Всемирный день телевидения празднуется с 1996 года. Дата это, как часто бывает, не привязана к дню рождения изобретателей ТВ или к первому запуску телевизионного вещания. 20 лет назад в этот день в рамках Организации Объединенных Наций провели первый всемирный телевизионный форум, где встретились коллеги по ТВ-ремеслу из разных частей света. Как проходит этот праздник на Видное ТВ, расскажет Максим Козлов. Макс, тебе слово. Спасибо. Праздник праздником, но зритель ждать не будет. Для сотрудников телекомпании Видное ТВ, как и для многих наших коллег, это обычный рабочий день. Журналисты с оператором уезжают на съемку, режиссер монтажа собирает сюжет, в студии пишут новости и телевизионные программы. Машина под названием «Телевизия» работает как часы. Студийная съемка – лишь малая часть телевизионного процесса, но и погода для нас роли не играет. Стоит на улице зимняя стужа или светит ослепляющее солнце, съемочная бригада должна отснять материал, несмотря на сложности – объективные и субъективные. На календаре только начало ноября. Бежим? Еще одна проблема – разговорить людей, у которых ты берешь интервью, а потому корреспондент должен быть немного психологом. Затем бегом в студию писать текст, который через некоторое время зритель увидит в новостях. И все же самый главный человек на съемочной площадке – это оператор. Именно его глазами мы видим этот телевизионный мир. Безусловно, это смелые и отважные люди, ведь порой им приходится работать в самых невероятных местах. Но даже если опасности нет, попробуйте отстоять три часа съемки на прямом эфире. Отдельно стоит сказать доброе слово о режиссерах монтажа. Эти люди из видео, которые снимают операторы, тексты, которые пишут авторы, дизайна и музыки, собирают сюжеты для новостей, программы и фильмы. Мало кто задумывается, что последовательность, в которой располагаются кадры, очень важна. Это тот самый случай, когда от перестановки слагаемых сумма зрительского восприятия может измениться очень сильно. В наше время, чтобы делать телевидение, необходимо что-то, на что можно снимать, например, мобильный телефон и место, где это видео размещать, например, сеть интернет. Используя несложные программы, можно вести прямые трансляции, передавать видео на другой конец света, делиться им с пользователем. И все же телевидение – это немножко больше, чем просто снять и показать. Несмотря на то, что телевидение – один из самых технологичных процессов, люди тут работают очень веселые. Наверное, ни в какой другой профессии не создано столько самопародий. Три, четыре, два, один. Добрый вечер, уважаемые жители Пятигорска, я остальной, короче, России там. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, а мы их раз – пылесосом, и шлемы как новые. У меня собирательный образ среднестатистического россиянина. И что? Я ищу пульт от телека. Я включу на вашу программу и не могу переключить. Ну чё, ящик, давай просвещай, наоплочим. Здравствуйте, дорогие друзья. Здорово. Сегодня для всех работников российского телевидения наступил самый радостный день. Возможно, смех – это своего рода защитная реакция. Очень часто нам приходится сталкиваться с не самыми лучшими сторонами нашей жизни. И размер телекомпании значения не имеет. Видное ТВ, конечно, не Би-Би-Си, но и мы, сотрудники маленькой телекомпании, стараемся хорошо делать своё дело. А самое лучшее поздравление для нас во Всемирный день телевидения – это ваше внимание и ваши отзывы о нашей работе. У меня всё. Спасибо, Максим.